Тема неоднозначности в контекстно-свободной грамматике достаточно легкая и связана с деревом вывода. Дерево вывода легко, потому что оно рисуется. То есть вывод в контекстно-свободной грамматике раньше был. Так вот, его можно нарисовать в виде дерева, вершины которых помечены символами алфавита, который в грамматику входит. Корень дерева – это начальный символ грамматики. И, собственно, лучше бы с этого и начинали, потому что так наглядно и понятно. И каждый символ слова, на который заменяется начальный символ на каждом шаге вывода, ставится в соответствии вершина дерева. Крона дерева вывода – это слово, записанное в вершинах, помеченных символами из алфавита, к которой грамматики к этой относятся. Ну, в общем, все просто. Вот написан вывод. Значит, у нас первое было S, большое, да, из начальных символов, которое... Вот мы из него выводим SS, ну, соответственно, вот оно внизу SS написано. Потом мы, допустим, из SS выводим SAB, вот оно SAB, справа, да. Ну, и вот вывели мы AB, SAB, и AB в самом низу получилось, собственно, конечные символы, да. AB, 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 да. Ну, вот у нас внизу написано AB, AB, AB в этом дереве, да. И грамматики у нас тоже конечный вывод AB, AB, AB. Ну, вот, просто вот этот вывод здесь нарисовали в виде дерева, и все. Значит, вывод в контекстно-свободной грамматики называется левый вывод, если на каждом шаге вывода заменяется самое левое из всех вхождений воспомогательных символов. То есть на каждом шаге самый левосторонний, короче, самый левый заменяется на... Самый левый вспомогательный символ заменяется на конечный. И наоборот правосторонний, если самый правый заменяется. Ну, вот, в частности, тот вывод, который был на дереве нарисован, он не является левосторонним. Ну, значит, лемма имеется, что для каждого слова в контекстно-свободной грамматике есть левосторонний вывод. И также лемма, что если у нас есть какая-то контекстно-свободная грамматика, то есть взаимно-однозначное соответствие между левосторонними выводами какого-то слова из этой грамматики и деревьями вывода кроны, которой это слово является. То есть каждому, короче, да, каждый левосторонний вывод можно нарисовать дерево вывода. Ну, так вот, значит, контекстно-свободная грамматика неоднозначная, если есть слово, у которого два вывода левосторонних. То есть если из одного слова можно два левосторонних вывода сделать, то она неоднозначная. А если из одного слова только один левосторонний вывод, то это однозначная грамматика. Ну, соответственно, нам, естественно, лучше однозначные, в математике именно однозначные грамматики и рассматриваются. Если грамматика контекстная свободно является однозначной, то для каждого слова в языке существует только одно вот это дерево разбора или дерево вывода. Вот смысл этого. Дальше, значит, контекстно-свободный язык называется существенно неоднозначным. Если каждая контекстно-свободная грамматика, порождающая этот язык, тоже является неоднозначным. Ну, в принципе, каждый праволинейный язык порождается праволинейной грамматикой. Получается, что нет праволинейных языков, которые являются существенно однозначными. То есть ни один праволинейный язык не является существенно неоднозначным. Ну и тут еще есть у нас языки Дика и Лукасевича. В принципе, значит, формально определяет, что язык Дика это вот с такой вот грамматикой, да. Но в принципе язык Дика это тот язык, который у нас традиционный для арифметических выражений. То есть когда мы скобками пишем, тут вот замечание 7.16, словами языка Дика является последовательность правильно вложенных скобок какого-то количества типов N. Значит, язык Лукасевича это запись с префиксами. То есть в языке Дика будет так написано, в скобках, допустим, 2 плюс 1, значит скобка открывается 2 плюс 1 умножить на 3, допустим, вот так будет. А в языке Лукасевича все будет префиксами, там будет так написано плюс 2, 1, да, потом будет умножить 3. То есть пишется все время в начале операции. И такие языки программирования вам известны, которые с языком Лукасевича идут, то есть когда операцию мы пишем в начале, а потом мы пишем то, над чем эта операция осуществляется. Вот, а если формальное определение их брать, то вот так они определяются. То есть значение у этих языков именно такое, что вот в языке Лукасевича операторы записываются перед операндами, в результате скобки там не используются, потому что все, так сказать, понятнее. То есть язык Дика использует более традиционный подход, а Лукасевич используется в системах, где проще разбор, потому что вот так, как у Лукасевича записано, там разбирать проще. Это все уже близко к теории компиляторов, потому что там, когда уже будет теория языков программирования, и как, собственно, разбор в языках программирования осуществляется, там вот эти термины будут сразу употребляться язык Дика, язык Лукасевича и так далее.